Айоу, всемку, вы на канале Дизлайн. Сейчас бы хотел сказать большое спасибо тем, кто поддерживает мой канал. Когда я вижу ваши лайки, комменты, как вы мотивируете, то это даёт мне большую мотивацию для того, чтобы я делал каждый день видос. Под последнее видео было очень много комментариев и поддержки от вас. И я понял, что если вы будете показывать актив, то я тоже буду делать видосы почти каждый день. И поэтому именно сейчас выходит новое видео. Итак, сегодня у нас не будет обучалочки, будет необычный видосик. Сегодня я вам хочу сказать топ-5 самых лучших телефонов, по моему мнению, для того, чтобы делать оттяжку. Ну, то есть будут самые лучшие телефоны, где легко делать оттяжку. Лучшая чувствительность, но я думаю, вы поняли. Я вижу, что вы хотите такой видос, поэтому его и сделал именно для вас. Также можешь писать свои топовые идеи для видоса в комментах. И я обязательно сделаю такое видео, если этот коммент будет залайкан. Также, пожалуйста, поддержите это видео лайком и комментарием. Также я для вас хочу сделать топовую халяву. Все вы знаете, что есть сейчас новый персонаж за донат. Всё, что нужно от вас, это лайкосик. Ну и напишите туда же свой комментарий с ID, чтобы я смог вам туда задонатить нового персонажа. Давайте, пожалуйста, если на этом видео сможем набить 7000 лайков, то в следующем видео я тоже буду дарить персонажам некоторым подписчикам. То есть тот, кто поставил лайк и написал коммент. Поэтому всё зависит от вас. Ну и мы поехали к видосу. Пау! Итак, сейчас вы узнаете топ-5 самых лучших телефонов, на которых легко делать оттяжку с лучшей чувствительностью. Возможно, сделайте выводы, какой же телефон вам лучше стоит взять для того, чтобы делать оттяжку и тащить на своём телефоне. Итак, пятое место, по моему мнению, занимает этот телефон Redmi Note 7. Хоть этот телефон уже и старенький, возможно, на нём будет лагать, но я думаю, что на нём будет лагать. Только если на нём катать там на средних, то тогда, я думаю, что лагов у вас не должно быть. Но даже если так подумать, то этот телефон, я думаю, что уже не подойдёт, но там была очень отличная чувствительность. И этот телефон был очень сильно актуален в 2019 году, потому что я, у кого не узнавал, все катали именно на нём. И даже у меня самого был этот телефон в том году, и я на нём отлично делал оттяжки, потому что там очень классная чувствительность, но, к сожалению, сейчас уже этот телефон не такой мощный для этой игры. А так, сама чувствительность телефона, это было отличное для того, чтобы летели оттяжки. Итак, ну, четвертое место, я бы хотел отдать айфону седьмому. Как по мне, там идеальная чувствительность, и я помню, как с него тащили игроки, и там идеальная чувствительность, что даже самому толком настраивать не надо. И с неё оттяжки летели вот абсолютно с любых оружий, будь это двухслонка или какой-нибудь дальний бой. Из минусов, как я помню, там на чувствительность никто не жаловался, допустим, как это делали на Покафон, как я помню. Но там единственное, очень сильно садится зарядка, то есть очень быстро, и очень сильно нагревается телефон. Ну, а так, на этом телефоне очень хорошая чувствительность, вообще на все дистанции. Итак, ну и третье место я бы, скорее всего, отдал такому телефону, как Redmi Note 8. Давайте я вам сейчас объясню, почему именно он. Итак, во-первых, этот телефон очень сейчас актуален, допустим, на данный момент этот телефон очень актуален для того, чтобы тащить и делать топовые оттяжки с этого телефона. Но мы телефоны судим не по актуальности, а насколько там удобная чувствительность для оттяжек. И на этом телефоне, когда я его взял, у меня с первых попыток началась оттяжка. И когда я взял этот телефон и там хоть какие-то сделал настройки, то оттяжка сразу полетела, и также очень хорошо она летела с двух стволок, кстати. Поэтому с этого видео можете сделать вывод, какой же телефон удобный для того, чтобы делать оттяжку. Ну и также, если вы хотите взять телефон, то я бы посоветовал Redmi Note 8. С него я не замечал лагов, чувствительность не сбивается, ну и чувствительность всегда стабильная. Поэтому и оттяжки тоже стабильны, если вы, конечно, умеете её делать. Итак, второе место я бы хотел отдать Pocophone F2 Pro. Сейчас этот телефон малоизвестный, его не так много знают, но этот телефон новый, и с него очень хорошая идёт чувствительность. Это даже можно посмотреть по хайлайтам Erisa, потому что я видел, как он с него тащит, и действительно, это очень классный телефон. Сам этот телефон мощный, большой, ну и, конечно же, он будет удобен для игры в 4 или в 3 пальца. Также он будет, я думаю, неудобен в 2 пальца, потому что слишком большой у него дюйм. Сами оттяжки там стабильные, и на этом телефоне легко их делать, потому что там большой дюйм, и можно легко их делать и вытягивать оттяжку. Поэтому этому телефону я бы отдал второе место, но первое место у нас занимает телефон Red Magic 5G. Нет, это не реклама телефона, действительно, вот я сколько с него играл, уже около полугода, и у меня всегда были стабильные оттяжки. И всё, что нужно, это немножко сменить DPI и подумать головой. Телефон этот не лагает, на нём можно стабильно делать оттяжку. Никогда я не замечал, чтобы чувствительность менялась, и всегда, каждый день была стабильная оттяжка. И вот сколько турниров я не играл, всегда у меня были хорошие оттяжки на этом телефоне, и не было такого, что там не летит оттяжка и так далее. Всё, что нужно, это уметь её делать, и всё. Также обязательно скоро сделаю видосик, как я отыгрываю на турнирах, поэтому я думаю, что такой контент вам будет очень сильно интересен, поэтому заглядывай. Ну что, ну а моё видео подходит к концу, и я сделал топ-5 лучших телефонов, у которых хорошая чувствительность для оттяжек, по моему мнению. Спасибо большое тем, кто досмотрел это видео до конца, не забывайте с вас активность, то есть это лайк, комменты, подписка и так далее. Ну а с меня видосики каждый день, всем удачи, всем пока-пока, не забывайте следить за каналом, скоро куча нового топового контента, поэтому подписывайся. Всем удачи, всем пока-пока.